Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале QG.ru. HTC в последнее время делает очень интересные смартфоны. Они делали и раньше интересные смартфоны, а потом, как говорится, в интернету свой сленг скатились. Знаете такое выражение? Штамповали одну и ту же модель 4 года по большому счету. В итоге мобильное подразделение теперь купила компанию Google. HTC сосредотачивается на создании виртуальной реальности, желаемым успеха. И лично я этому рад, потому что вот уже второй смартфон за последнее время мы тестируем, и он бесспорно интересен и хорош, и составляет, на мой взгляд, замечательную конкуренцию таким компаниям, как, да любым компаниям, и Sony, и Samsung, и всем, кто есть на рынке, это еще один флагманский телефон, не забываем. Ну, точнее, это не совсем флагманский телефон, это облегченная версия HTC U11, ай, глаза, переводится с английского. У него две фронтальных камеры с эффектом боке, и снимает, кстати, действительно классно. Поговорим обо всем по порядку, начнем с внешнего вида. Когда я делал распаковку на этот телефон, он мне не показался каким-то скользким, да и сейчас вот я держу в руках, именно поэтому я беру аппараты и хожу с ними некоторое время, чтобы проверить в живом использовании и поделиться с вами впечатлением. В конце еще и Андрей свое мнение скажет, вы от двух людей узнаете об этом телефоне два разных мнения. Я сначала критикую, есть за что, а потом начну хвалить, потому что есть тоже за что. Опять же, телефон очень маркий, отпечатки пальцев собирает просто на ура. Но на этом, наверное, моя критика заканчивается, кроме того еще, что нет разъема для наушников, что тоже печально, к сожалению. В остальном телефон можно и нужно хвалить, да. И последнее. Стерео здесь они не поставили, зажали. Хотите стерео, покупайте более дорогую модель. Ну а теперь переходим к хорошему. Экран у телефона отличный, вообще вопросов не возникло, ни по цветопередаче, ни по яркости, ни по контрастности. Отрабатывает очень хорошо. Формат экрана 2 к 1, либо 18 на 9. Разрешение 260 на 1080. Это дает высокую плотность пикселей на дюйм, и телефоном пользоваться одно удовольствие. Телефон покрыт защитным стеклом Gorilla Glass третьего поколения, и с экраном на этом, я думаю, можно закончить. Единственное, отмечу, что рамочки относительно небольшие. Кнопки экранные внизу экрана. Кнопки можно поменять местами и сделать даже четыре кнопки. Например, кнопку захват экрана можно сделать, или какую-то другую на ваш выбор, что я считаю удобно. Края чуть скруглены, и оставим экран в покое, он отличный. Молодцы, HTC. По внешнему виду тогда, сверху у нас совмещенный лоточек, либо две сим-карты, либо вместо второй карты памяти. Дополнительный микрофон, кнопки включения и громкости на своих местах. Все стандартно и удобно. Динамик, как я уже говорил, к сожалению, только один. Стереэффекта здесь нет. Динамик обычный, добавить больше нечего. Сам микрофон и, конечно, разъем USB Type-C. С обратной стороны у нас нет ничего. А с тыльной стороны смартфон выглядит вот так. Как я и говорил, уже пачкается, заляпывается. Очень классно. Или не классно, правильно выразиться. Поговорим о камерах. 12 Мп основная камера, которая способна писать видео до 4К. По качеству что могу сказать? Камера, во-первых, с оптической стабилизацией, есть большое количество настроек. Не впечатлило. Ну и ругать тоже не буду. Знаете, наверное, проблема, болезнь ценообразования всех компаний, которые делают облегченной версией флагмана. Ну, мы не ждем, что телефон, который стоит дешевле, чем его старший брат, будет снимать так же хорошо. Посмотрите примеры фотографий сами, сложите свое мнение. Вот фронталочка мне понравилась. Эффект в боке замечательный. Да и без него просто себя фотографировать. Если для вас это важно, то очень даже хорошо подойдет. Все понравилось. Вопросов никаких не возникло. Автономность в телефоне неплохая. Батарейка почти 4000 мАч, что не так и много, но держит телефон заряд хорошо. Если мы говорим о воспроизведении видео на максимальной яркости экрана, чуть более 8 часов. Вполне себе приличный результат для 6-дюймового экрана Full HD. Вполне реально хорошо. Я также не поленился, поставил сим-карту и некоторое время с телефоном походил. Отмечу, что разряжается крайне медленно. И это тот случай, когда при такой не очень-то большой батарее, и при таком экране, кстати, технологии LCD 3 называется, это схоже с IPS, просто лицензировали по-разному. Фактически это IPS, не AMOLED. Держит очень прилично. Если ищете хороший телефон с автономностью, посмотрите в его сторону. В HTC, Google, молодцы. То есть дня на полтора растянуть при среднеактивном использовании его можно. Проверял лично. В плане производительности HTC поступили мудро. Поставили сюда к полкам Snapdragon 652. Это середнячком мне его очень сложно называть. Он ближе к плагманскому, на мой личный взгляд. Мое мнение. Пусть он, конечно, так хорошо не тянет игру World of Tank. Если вы в нее играете на максимальных настройках, вы получите зато стабильно 30, 40 или даже чуть больше, до 50 FPS. Что неплохо. Играть можно. Но в остальном этот процессор мне очень нравится. 650 и 652 его развитие. Это хороший процессор, в котором все работает замечательно. И он автономность дает хороший телефон. За это еще стоит похвалить автономность именно этой HTC. По результатам тестов, текущая Antutu набирает вообще там 100 тысяч баллов. Но мы этому тесту сильно не верим, поэтому и запускаем разные игрушки. Но! Итог. Процессор хороший. И вам, я думаю, его будет хватать за глаза. Но если вы хотите вдруг играть на максимальных настройках в оси игры, то, конечно, присмотритесь к какому-то флагманскому современному телефону. Там будет еще лучше. Встроенной памяти 64 гигабайта, оперативной 4 гигабайта. Модули беспроводные все есть. То есть есть модули NFC, GPS, GLONASS, Wi-Fi, Bluetooth, 4G. Ну, все как и должно работать в телефоне. Работает замечательно. Молодцы в этом плане. И по оболочке несколько слов. Оболочка мне нравится. С одной стороны, она несколько перегружена. Здесь очень много всего. С другой стороны, этим можно не пользоваться. Есть меню приложений, есть стражные фишечки. Например, как я и говорил, кнопки местами можно поменять. Отмечу управление жестами. Телефон можно включить двойным тапом. Можно провести пальцами по экрану и запустить некоторые приложения, что тоже может быть удобно. Персонализация удобная. Можно сменить тему. Это действительно важно. Не во всех телефонах это есть. Можно поменять эти кнопки нижней экрана, опять же. То есть в этом плане телефон мне понравился. Кастомизация у него достаточно высокая. Действительно очень приятная функция. Это нижние края экрана, как и в старшем брате, можно сдавить. Сила сжатия регулируется. И можно на эти сжатия, на длинное, на короткое, настроить запуск разных программ. Мне очень нравится, потому что я поставил на сжатие фонарик, например. Но можно запустить камеру, можно, повторюсь, огромное, в принципе, любое приложение на нее записать. Прикольная вещь. Это разработка именно HTC, за что им хорошо хоть что-то новое в индустрии приносят. Сам телефон мне, наверное, даже понравился. Если не брать в расчет, что здесь нет тереодинамиков, которую мы ожидали, так как это все-таки HTC, если не брать в расчет некую скользкость иногда и то, что телефон марки, то это один из немногих телефонов, который очень сильно выделяется среди толпы одноклассников. Действительно, со стороны видно, что это HTC. Ну, во-первых, надпись здесь крупная, но и он красивый и блестящий. Это один из самых красивых телефонов нашего времени, на мой личный взгляд. Он, конечно, не дешевый. Мой вывод какой. Если вы посмотрели обзор, посмотрели на телефон, если он вам нравится, то берите. В нем, на мой взгляд, ничего такого отталкивающего нет. На этом у меня все. Оригиналы фотографий можете посмотреть по ссылке под этим видео. Там же можете посмотреть актуальную цену на этот телефон в магазине нашего спонсора Q.ru. Огромное количество телефонов продается и Q открывает точки по всей России. Поэтому посмотрите, может быть, в вашем городе есть точка самовывоза. Можно купить по московским ценам и забрать в своем городе. На этом у меня все. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. Сложение ко всем. Давид, счастливо. Привет, друзья, и с вами Андрей. К сожалению, я появляюсь пока вот в таком формате, немножко приболел. Поэтому лишний раз напомню. Утепляйте горло, утепляйте ноги и не болейте. Это очень важно. Тем не менее, по данному телефону U11i никак не мог пройти мимо. И скажу тоже свое мнение. Мне этот телефон понравился больше, чем HTC U11 и примерно на том же уровне, как U11+. А учитывая цену HTC U11i, конечно, которую вы можете найти по ссылке под видео и купить в магазине нашего спонсора, это вообще что-то с чем-то. Одна из лучших камер на рынке, которая сейчас есть. Большой, красивый, вытянутый экран, который, конечно же, похуже чуть-чуть, чем в плюсе. Все-таки горелый глаз третьего поколения против пятого, да и экранчик более старый, более упрощенный. Тем не менее, экран очень-очень неплох и хорошее решение в Full HD+. Поэтому, вон, сказать экран, еще один важный плюс HTC U11i. Конечно же, немаловажным является автономность этого смартфона. Точно такая же батарея, как в плюсе, но несколько более старый и прожорливый процессор. И, как следствие, неплохая автономность, которая все еще лучше, чем у HTC U11, но, похоже, чем плюса. Тем не менее, на день вам этого смартфона тоже хватит. Хорошие селфи, влагозащита. Ну да, здесь нет IP68, как в том же плюсе, но есть IP67, то есть от брызг и в какой-нибудь дождь вы можете этот смартфон совершенно спокойно использовать и не бояться, что он у вас сразу сдохнет. Тем не менее, купаться с ним точно не стоит. Есть NFC, да, нету стерео, да, нету разъема 300 мм. Тем не менее, если подводить маленький итог такой по этому телефону, я бы этот телефон определенно присматривал, если вам не важно наличие разъема 300 мм в телефоне и если вас не смущает такой глянцевый дизайн. Все-таки отличная камера, хорошая автономность, симпатичный экран и симпатичный дизайн. Это очень сильные показатели для телефона, а все остальные показатели находятся на вполне таком среднем уровне. Samsung, учитесь. LG. Ну, посмотрим, на чем ответят LG и все остальные конкуренты. HTC U11 Ice я определенно ставлю лайк, и на этот телефон я рекомендую обратить внимание всем любителям снимать на телефон. Но на этом все. Совсем скоро появлюсь на видео, поэтому в комментариях не надо спрашивать про то, как у меня дела. Дела идут на поправку, хотя горлышко еще побаливает. Так или иначе, смартфону лайк. Всем пока.